Всем привет! Сегодня у нас четвертая лекция безопасность веб-приложений. Я думаю не имеет смысла особо объяснять, почему очень важно делать веб-приложения безопасными. Сейчас в вебе, в интернете происходит очень много, очень большая часть жизни человека. Интернет-покупки, интернет-банкинг, работа с финансами. Все это сейчас делается через веб, и если допускать, чтобы в вебе, в интернет-сайтах были какие-то уязвимости, через которые можно украсть какие-то важные данные, например, номера и пароли кредитных карт, пароли от электронной почты, то это может очень сильно навредить человеку, пользователю. Поэтому важно знать, какие есть угрозы на веб-приложения, как осуществляются атаки и какие способы защиты от этих угроз находятся в видении фронтенд-разработчика. Самое главное правило, которое рулит вообще всей безопасностью в вебе, всей безопасностью в части фронтенда, это так называемое правило ограничения домена, или принцип одинакового источника, или политика единого источника. Название множества, суть одна, что это важная концепция безопасности работы веб-приложений. Она призвана ограничивать возможности пользовательских сценариев из определенного источника по доступу к ресурсам и информации из других источников. Как она это делает, за счет чего? Вводится понятие источника. Это адрес в интернете, откуда был загружен ресурс. То есть, если у нас есть страница и на ней есть какой-то скрипт, то адрес, откуда был загружен этот скрипт, это источник этого скрипта. Соответственно, два URL, два адреса, читаются имеющими один источник, same origin, если у них одинаковый протокол, домен и порт. То есть, вот в примере на слайде у этих источников, у этих ресурсов одинаковые источники. У них один и тот же протокол HTTP, один и тот же домен и порт по умолчанию 80, не указан. Если это HTTPS соединение, то порт по умолчанию 4.4.3, он тоже не указывается. В остальных случаях порт указывается, там, 2.880, 2.8000. Так вот, если порт одинаковый, то источники считаются, то адреса считаются имеющими один источник. Вот, у этих ресурсов на слайде источники разные. То есть, на втором пункте, во втором пункте другой домен. То есть, мы добавляем под домен www, и это получается уже другой домен. А изменяем доменную зону org, другой домен, протокол изменяется, то это тоже уже другой источник. Соответственно, пишем порт, отлично от порта по умолчанию, то это тоже считается другой источник. Зачем придумали same origin policy? Было бы странно, если бы в браузере скрипты, загруженные на одну страницу, могли иметь доступ к скриптам, ну, к данным, находящимся на другой вкладке, например. Открываем мы два сайта, две разные вкладки, и кажется логичным, что скрипты и код, которые работают в одном приложении, в одной вкладке, не имеют доступа к другой вкладке. Ну, и вот на основе этой логики, как бы, и было придумано это правило, потому что, если у нас источники загружены, ну, если у нас ресурсы загружены с одного источника, то, скорее всего, и автор этих ресурсов один. Вот. А другой источник по умолчанию может значить, что это совершенно другой автор, который писал этот код, и если давать доступ к другим авторам, доступ к данным нашего ресурса, то может случиться какая-нибудь проблема. Соответственно, какие существуют способы отхода SameOriginPolice, и как можно нарушить эту правило, эту политику, и сделать что-то плохое на веб-странице? Самый простой и самый всем известный, как мне кажется, способ — это уязвимость кросс-сайд-скриптинга, атака на кросс-сайд-скриптинг, или атака XSS. В чем ее суть? Суть в том, что на страницу в результате этой атаки внедряется вредоносный код, который будет выполнен в контексте источника конкретного сайта с целью обхода политик единого источника. То есть у нас имеется какой-то код, который злоумышленник внедряет на страницу чужого сайта, уязвимого. И этот код выполняется, он, по сути, источник у этого кода — это сайт злоумышленника или сам злоумышленник, а он выполняется в контексте страницы, которую злоумышленник атакует, и может в контексте этой страницы выполнять какие-то вредоносные действия. То есть с помощью XSS злоумышленник может украсть из браузера sensitive данные, например, куки сайди-сессии пользователя приватной данной или данные из форм. Может выполнить от имени пользователя различные действия. То есть если на странице онлайн-банка будет какая-то XSS-уязвимость, и мы внедрим вредоносный код, который будет от имени пользователя перечислять деньги к какому-нибудь другому пользователю, то это вот и есть, собственно, нежелательное воздействие. Или, например, произвести DDoS-атаку. То есть если мы внедрим на страницу какого-нибудь популярного ресурса код, который отправляет один обычный ген-запрос на какой-нибудь маленький сайтик, и получается каждый пользователь, то есть вся аудитория этого крупного ресурса, при заходе на страницу этого ресурса будет отправлять запрос на какой-то слабо защищенный сервис, то этот сервис может выйти из строя, то есть произведет атаку на отказ в обслуживании. То есть не обязательно целью XSS-атаки является получение каких-то данных. Можно с помощью XSS-атаки вывести из строя другие сайты, например. И это тоже уязвимость. Соответственно, подробно о способах защиты от XSS мы говорили на прошлой лекции немножко. Сейчас я их повторю вкратце. То есть это тщательная фильтрация и экранирование пользовательского контента, вставляемого через innerHTML. Это самый главный способ фильтровать все, что печатают пользователи, и вставлять только то, что разрешено вставлять, особенно через innerHTML. Использование белых списков при фильтрации HTML. То есть не создавать списки того, чего нельзя допускать в HTML-коде, а наоборот создавать списки того, что можно пропускать через HTML в пользовательском HTML, и все остальное обрезать. Правильная работа с куками, использование HTTP-only-кук. То есть если даже у нас будет уязвимость, и мы на странице выполним, и на странице будет выполнен вредоносный код, то HTTP-only-куки через JavaScript нельзя будет получить. И это защитит пользователя от атаки. Использование специального заголовка XSS Protection. Есть специальный заголовок, который включает в браузере режим обнаружения и блокировки XSS. Браузеры эвристическими алгоритмами могут определять, является ли какой-то код XSS или нет. И в зависимости от того, присутствует ли такой заголовок, блокировать эти действия, либо не выполнять, либо выдавать пользователю предупреждения. То есть такой заголовок тоже может помочь каким-то образом защититься от XSS. Еще больше про XSS можно прочитать по ссылке. Мы не будем на этой теме остановиться подробно. Перейдем дальше. Еще одна распространенная атака – это кликджекинг или угон кликов. В чем заключается суть? Есть в спецификации HTML специальный элемент – iFrame. Элемент iFrame создает область заданных размеров, которые находятся внутри обычного документа, в которую можно загружать любые другие независимые документы. Как это выглядит? Вставляем на страницу вот такой HTML-код. У него есть атрибуты SRC, какие-то атрибуты вид и хейт. И в SRC мы вставляем адрес на сайт v3c, например, v3c.org. И у нас на странице прямо здесь открывается окошечко, создается область, в которую загружается полностью вот этот документ по этому адресу. То есть мы внутрь нашего сайта вставили другой сайт. Так вот, как работает атака на угон кликов в таком случае? Это механизм мана пользователей, при котором злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации или даже заставить пользователя выполнить определенные действия, заманив его на внешне безобидную страницу. Как она работает? А мы заманиваем пользователя на нашу страницу, допустим, каким-то образом через спам или через фишинговую ссылку, неважно как. Открываем на нашей странице iFrame, допустим, с Facebook, делаем MMA opacity 0 и позиционируем с помощью JavaScript под курсором пользователя. То есть opacity 0 делает этот iFrame невидимым, а JavaScript мы его двигаем по странице так, чтобы он следил за курсором. То есть делаем так, смещаем содержимое iFrame так, чтобы под курсором оказалась какая-нибудь кнопка, например, подписки на сообщество. Специальным образом, там есть атрибуты offset, которые позволяют сместить внутри iFrame содержимое в определенной позиции. Вот. Пользователь делает на нашем сайте какой-нибудь клик, например, переходит по ссылке или нажимает на какую-то кнопку, но так как под курсором находится iFrame с какой-то кнопкой, то по сути он делает клик не на нашу страницу, а на кнопку подписаться, которая находится в iFrame. Соответственно, таким образом мы угнали клик пользователя. Пользователь думает, что он кликнул на ссылку, а на самом деле он кликнул и подписался на наше сообщество. Соответственно, если делать более сложные способы атаки, то можно, например, с помощью этого способа деанонимизировать пользователя. То есть мы запускаем на сервер скрипт, который мониторит подписки на наше сообщество. А при клике на наши страницы мы передаем на сервер события о том, что пользователь кликнул на нашу кнопку. Смотрим, кто последний из пользователей подписался на наше сообщество и понимаем, что это именно тот человек, который кликнул на нашем сайте. Соответственно, все. Мы знаем пользователя его имя, мы знаем пользователя его друзей, мы деанонимизировали пользователей в интернете. Дальше мы можем показывать контекстную рекламу или делать еще другие страшные злобные вещи Соответственно, как защищаться от такой атаки? Есть специальный заголовок X-Frame Options У него есть несколько значений X-Frame Options Deny запрещает открывать сайт внутри айфрейма То есть тупо взяли и сказали Нет, пожалуйста, наш сайт не открывайте в айфреймах Соответственно, сайт не открывается, угона кликов нету, отлично X-Frame Options Same Origin разрешает открывать сайт внутри айфрейма на страницах с тем же самым оригин То есть если мы, допустим, авторы нескольких веб-приложений И хотим на одном из них открыть другое веб-приложение То, скорее всего, мы знаем, что мы не будем причинять себе сами вред И поэтому мы можем позволить открывать сайты в айфреймах на страницах с тем же самым источником И X-Frame Options Allow From разрешает открывать сайт внутри айфрейма на страницах с указанным оригин То есть если мы хотим позволить открывать наш сайт на каком-то конкретном ресурсе То мы можем указать в этом заголовке адрес оригин именно этого конкретного ресурса Какие еще есть угрозы, связанные с элементом айфрейм? На самом деле у элемента айфрейм есть свойства, которые позволяют получить доступ до содержимого страницы Есть свойства iframe.content.window, это ссылка на Windows-страницы, загруженные внутри айфрейма Iframe.content.window.document – ссылка на документ страницы Соответственно, имея ссылку на документ, мы можем с помощью специальных методов API Получать какие-то элементы, находить какие-то значения, которые находятся внутри этого айфрейма То есть если мы открыли на нашем сайте iframe с какой-нибудь почтой То мы можем, полазив по дому, получить, допустим, название и содержимое писем без проблем Windows.par внутри айфрейма в свою очередь ссылается на родительский документ То есть мы можем из нашего приложения смотреть документ, который загружен внутри айфрейма И в обратную сторону изнутри айфрейма смотреть документ, в который загрузил этот айфрейм Соответственно, window.top внутри айфрейма ссылается на самый верхний родительский элемент То есть мы можем внутри айфрейма загрузить еще один айфрейм и так далее, пока позволяет браузер Соответственно, window.top – это ссылка на самый верхний корневой родительскую страницу. Имея такие ссылки, мы можем выполнить какие-то действия даже без ведома тех страниц, которые мы открыли в этих iFrame или которые открыли нас в iFrame. Соответственно, есть ограничения, которые накладываются на элементы iFrame. Самое главное ограничение – это то, что на все iFrame всегда накладываются ограничения, диктуемый same origin policy. То есть, если мы открываем на нашей странице iFrame с другого оригина, с другого источника, то доступ по этим ссылкам вернет нам ошибку. Мы просто не сможем получить никакого содержимого, потому что оно считается загруженным с другого источника, и у нас нет к нему прав доступа. То есть, содержимое iFrame отображается, мы можем с ним взаимодействовать, но из JavaScript, имея в виду, мы можем с ними взаимодействовать, как пользователи прокручивать, смотреть контент. Но из JavaScript мы доступа к этому содержимому не имеем. В частности, если в iFrame загруженный ресурс с одним origin, то эти две страницы не имеют доступа друг на друга через iFrame Content Window и Window.apparent. То есть, это ограничение работает в обе стороны. Также у элемента iFrame есть атрибут sandbox. У него есть несколько возможных значений, которые накладывают дополнительные ограничения на то, какие действия мы можем совершать с iFrame. Например, по умолчанию, даже внутри iFrame, загруженного с другого источника, мы можем сабмитить, например, формы. Или, например, запускать какие-то скрипты, скрипты, которые внутри iFrame расположены, могут запускаться. Так вот, мы можем ограничить с помощью специальных атрибутов это поведение и запретить, например, в iFrame, внутри iFrame, асабмитить формы каких-нибудь, потому что это может каким-то образом нарушить нашу безопасность. Вот. Есть следующий тип атак. Атаки связаны с межсайтовой подделкой запроса или cross-site request forgery. Также они называются CSRF-атаки. В чем суть? Как происходит эта атака? Пользователь заходит на сайт, на котором размещена вот такая форма. То есть форма, у нее есть action, это URL, например, на сайт почты mail.ru есть какой-то метод и форма скрыта. Соответственно, внутри этой формы есть какие-то поля, которые специальным образом подобраны. При заходе на сайт JavaScript вызывает сабмит у этой формы. Можно с помощью JavaScript вызвать сабмит у этой формы. Соответственно, отправляется пост-запрос на страницу e-mail.ru message send. То есть это адрес, ну, API, который отправляет письма на нашей почте, на почте e-mail.ru. Так вот, так как пользователь авторизован в почте, то этот запрос отправляется скулками пользователя, и в итоге от имени пользователя отправляется письмо. То есть мы зашли на совершенно безобидный сайт, и таким образом этот сайт отправил письмо какой-нибудь со своим собственным телом, со своим собственным заголовком, со своей собственной темой. И причем это поведение совершенно валидно, потому что запрос отправляется, ну, запрос HTTP – это статус протокола, Поэтому он не знает, откуда этот запрос был отправлен, кем он был отправлен. Происходит в АТАГе, используя слабая сторона авторизации через Куки. То есть Куки позволяет проверить, кто отправил определенный запрос, то есть из какого браузера он был отправлен. Но они ничего не говорят о данных этого запроса, ничего не говорят о том, как именно эти данные были сформированы. Либо пользователь сам ввел какие-то поля в форму, либо эти поля были введены на каком-то другом сайте и отправлены через submit этой формы с помощью JavaScript. Соответственно, браузеры не понимают, как различить, было ли действие явно совершено пользователям, как, скажем, нажатие кнопки на форме или переход по ссылке, или пользователь неумышленно выполнил это действие, зайдя на плохой сайт. Как можно защититься от CSRF-атак? Есть один способ, он универсальный, очень простой. При первом заходе в способ через CSRF-токены. То есть как это работает? При первом заходе на сервер, при первом запросе на сервер или при загрузке сервера страницы в теле ответа или в заголовке XTSRF-токен, например, на самом деле заголовок может называться как угодно, но XTSRF-токен это просто распространенное общеупотребительное название. Сервер передает на клиент токен, случайную строку, случайную строку, которая генерируется случайно и сохраняется на стороне сервера в какой-нибудь базе данных, например. И клиент сохраняет ее у себя в какой-то переменной, но не в куки. Потому что если сохранять в куки, то тогда теряется смысл этой защиты. Вот. При последующих запросах на сервер клиент добавляет этот токен в заголовке запросов или в специальное поле в теле запроса. И сервер на каждый запрос валидирует этот токен, и если он не был передан, либо он неверный, то сервер отклоняет этот запрос. А если токен верный, совпадает с тем, что изначально сервер передал клиенту, то запрос считается проверенным, и он выполняется. Соответственно, злоумышленнику токен неизвестен, потому что токен хранится не в куках, а в памяти браузера. И поэтому он не может подделать наш запрос, потому что токен случайный, по умолчанию очень длинный, и его подобрать случайным образом очень сложно. Ну, невозможно вычислительно. Вот. Соответственно, такая простая защита, такое простое алгоритмное действие защищает наши страницы от CSRF-атак. Вот. Возникает вопрос. То есть, если мы можем с другого сайта отправить запрос на любой другой сайт и выполнить какие-то злые действия, то почему просто не запретить такие запросы? Почему бы не сказать браузерам, что вот, либо ты отправляешь запрос только на тот же самый сайт, либо не отправляешь запрос вообще? Почему бы не вести такое ограничение? Оно бы позволило защитить сайты и веб-приложения от CSRF-атак. Так вот, это ограничение связано, на самом деле, с несколькими причинами. Одна из причин такова, что раньше, на самом, на заре изобретения интернета, до того, как появились CSRF-атаки, до того, как в интернете начали появляться вообще какие-то там финансы, и люди начали заботиться о безопасности интернета, а браузеры имели возможность отправить запросы на любые другие адреса по множеству причин. Например, если у нас в браузере на HTML-странице расположена картинка, у которой Origin отличается от того Origin, на котором загружен, собственно, этот сайт. Например, мы картинку ставили с CDN или с какого-нибудь хостинга. Браузер при заходе на страницу и при парсинге HTML находит эту картинку и делает запрос за этой картинкой, и, соответственно, загружает ее и вставляет нам в страницу. Или если это какой-нибудь скрипт, или если это какой-нибудь... или если это какой-нибудь CSS-файл, который находится на CDN, и браузер запрашивает к нему... Ну, и браузер его запрашивает при каждом запросе на страницу. То есть такие запросы, они существовали с самого начала появления интернета, и если их сейчас запретить, то большинство сайтов сломается. Поэтому этого нельзя делать. Изменится обратная совместимость. Кроме этого, есть ограничения, связанные с архитектурой наших приложений. Например, мы делаем сервис по... Ну, делаем сервис, в котором можно отправить запрос, узнать текущую погоду, например, в городе Москва. А на другом сайте, например, на каком-нибудь форуме, мы хотим ставить на страницу какой-нибудь маленький элемент, виджет, например, и показывать там погоду в текущем городе, тоже в городе Москва. Соответственно, было бы удобно, если бы была возможность отправлять запросы с нашего сайта, с нашей страницы, к какому-нибудь другому сайту, к таким вот видам API, и получать данные, и как-то их использовать. То есть мы имеем какой-то фронтенд, расположенный на одном origin, мы имеем какой-то бэкэнд, расположенный на другом origin, и мы хотим отправлять запросы по протоколу HTTP между этими двумя сайтами. Ситуация очень распространенная, очень большое количество сайтов работает по такому способу, таким образом, и поэтому, как бы, очень было бы плохо и неудобно, если бы такие запросы были бы запрещены. Так вот, есть спецификация, которая называется HTTP Access Control, Cross Origin Resource Sharing, междуменный обмен запросами, междуменный обмен ресурсами. Это спецификация, которая накладывает ограничения на запросы такого типа, то есть на запросы, которые отправляются с одного origin на другой. Вот, появилась эта спецификация относительно недавно, и в чем ее суть? Как бы... Еще раз повторим, какие запросы называются междуменными. Допустим, мы находимся на каком-нибудь сайте HTTPS evil.com, и мы с помощью JavaScript создаем XHair объект, открываем и выполняем запрос, где запрос на какой-то адрес. Вот. На такие запросы было бы полезно наложить какое-то ограничение, то есть спецификация Cross Origin Resource Sharing дает алгоритм, по которому сервер может определять, разрешает ли он выполнять такие запросы или нет. А в этой спецификации Course, в этой спецификации, все запросы делятся на два типа. Простые запросы и сложные запросы. Простыми считаются запросы, если они удовлетворяют следующим двум условиям. Это либо простой метод, getPost или hit, то есть если запрос по методу getPost или hit, то этот запрос простой. Если это метод put, например, то это уже не простой запрос, у него другие правила. И в этом запросе присутствуют только простые заголовки из списка специального accept, acceptLanguage, contentLanguage, contentType. То есть пока в запросе не присутствуют другие заголовки и пока метод запроса getPost или hit, то этот запрос считается простым и обрабатывается по следующему алгоритму. И обрабатывается по определенному алгоритму и с ними нет никаких особенностей. А остальные запросы считаются непростыми и при отправке таких запросов необходимо понять, согласен ли сервер на обработку таких запросов или нет. То есть почему это именно такие методы и почему это именно такие заголовки? Все потому, что можно отправить такие запросы без участия JavaScript. То есть submit формы, загрузка картинки с CDN, загрузка скрипта с CDN, это все get или post запросы с такими заголовками. И поэтому браузеры могут их делать как с помощью JavaScript, так и просто из-за того, что в HTML коде вставлены какие-то специальные теги. Так вот, такие запросы и раньше отправлялись, и поэтому, чтобы сохранить обратную совместимость, правила их обработки остаются такими же, как были и раньше. А с непростыми запросами, то есть теми, которые можно отправить только через JavaScript, появляются определенные сложности, определенные моменты, тонкости. Во-первых, такие запросы всегда отсылаются со специальным заголовком origin. То есть для простых запросов корс выглядит таким образом. Мы загружаем, выполняем get запрос за каким-то адресом, и в запросе передаем origin, заголовок origin. В ответе сервера может прийти, ну, стартовая строка ответа, статус 200 окей, какие-то специальные обычные заголовки, которые приходят и раньше, и специальный заголовок access control, hello origin. В этом заголовке перечисляются те оригины, те источники, с которых разрешено отправлять запрос на этот сайт. То есть, если текущий оригин совпадает с тем, что пришло в этом заголовке, то браузер понимает, что сервер согласен на то, чтобы браузер выполнил этот запрос, и позволяет клиентскому JavaScript получить доступ до заголовков ответа, до тела ответа. Вот. А если этот оригин не совпадает с тем, с оригином текущей страницы, то браузер не дает доступа к клиентскому JavaScript до тела ответа, и получается ошибка. Ошибка контроля доступа. Вот. Соответственно, в этом заголовке можно либо указать какой-то определенный домен, либо написать звездочку. Это будет означать то, что мы разрешаем корс запроса к этому адресу с любого другого домена. Вот. Если у нас в простом запросе присутствуют заголовки специальные, то на сервере, то на сервере, чтобы разрешить передачу этих заголовков в ответе, мы отправляем клиенту специальный заголовок access control и expose headers. И в этом заголовке перечисляем список всех заголовков, до которых разрешено иметь доступ, которые разрешено отправлять с сервера на фронтенд. То есть, если у нас в ответе сервера мы хотим передать специальный заголовок, который отличается от простых заголовков, то помимо этого заголовка мы передаем еще один заголовок, который мы перечисляем через запятую название всех других заголовков, до которых мы хотим, чтобы фронтенд получил доступ. Сложновато. Но если, но это просто понять. То есть, браузер при партинге такого ответа видит, какие заголовки разрешены и какие нет. И позволяет JS-ному коду JS прочитать только вот эти заголовки, которые здесь явным образом перечислены. Соответственно, если мы хотим, чтобы сервер, ну, чтобы на сервер при корт-запросах отправлялись данные авторизации или чтобы сервер мог устанавливать какие-то авторизационные данные, например, куки в ответах на корт-запросы, то мы должны отправить в специальный заголовок access control low credentials в ответе серверу. То есть, если сервер отсылает такой запрос, то означает, что все окей, что можно делать запрос к этому домену с куками и что этот домен может ответить нам заголовком set cookie. и этот заголовок должен будет обработаться. Отличие в том, что в этом случае запрещено указывать в access control origin заголовки buildcard, звездочку. Нужно указать только определенный домен и ничего иначе. Иначе будет ошибка и браузер такой запрос отклонит. Вот. Для непростых запросов на самом деле браузер делает два HTTP запроса. Первый запрос это предзапрос options содержит название желаемого метода заголовки access control request метод, а если добавлены особые заголовки, то их тоже в access control request henders. То есть, если мы хотим с браузера отправить тут запрос или, например, патч запрос на сервер, и также в этом запросе мы хотим передать специальные заголовки, которые не являются простыми, то нам нужно явно в запросе options спросить сервера согласен ли он вообще обработать такой запрос такими заголовками и таким методом. Вот. И если все окей, то отсылается второй HTTP запрос заголовком origin. Нам, как JavaScript программистам, как фронтендер разработчикам не нужно беспокоиться об этих двух запросах. Браузер отсылает их самостоятельно и обрабатывает ответ тоже самостоятельно. Соответственно, в DevTools браузера можно увидеть оба этих запроса. в зависимости от настроек. Можно увидеть только один. Вот. Поэтому, если в корзапросе вы внезапно видите два запроса, то не пугайтесь. Один из них это предзапрос, а второй это обычный запрос с заголовком origin. Так вот. Вот пример ответа на предзапрос. Ответ на предзапрос может содержать следующие заголовки. ExcessControlLow метод содержит в себе перечисление через запятую всех валидных методов, которые можно отправлять в запросах к этому ресурсу. То есть мы можем разрешить клиенту отправлять запросы только с определенным списком методов. Только с методом из определенного списка. Вот. Соответственно, если браузер попытается отправить запрос с методом, который не входит в этот список, то, если мы попытаемся отправить такой запрос, то браузер его отклонит. ExcessControlLowHeaders содержит перечисление через запятую всех заголовков, которое разрешено отправить в запросах к этому домену. И можно также указать ExcessControlMaxH, то есть время, на которое следует закэшировать ответ на предзапрос, потому что отправлять на каждый запрос дополнительный запрос options накладно по времени и по расходам. Соответственно, если этот запрос часто не меняется, то мы можем его закэшировать. Вот эти правила и в работе с корсом, которые вы должны знать как френдент разработчики, потому что если вы делаете приложения, ресурсы которых расположены на разных доменах, на разных олиженах, то вы непрерывно непременно столкнетесь с корс-запросами и нужно будет уметь с ними работать. Перейдем к следующей части работы с API. Что такое API? Вообще, если посмотреть в общем какое-то определение с Википедии, то API это набор готовых классов, процедур, функций, структур, констант, которые предоставляются приложениям, библиотекой, сервером или операционной системой для использования во внешних программных продуктах. То есть API используется программистом при написании всевозможных приложений. Если смотреть ближе к веб-разработке, то API определяет функциональность, которую предоставляет нам веб-сервер. При этом API позволяет функциональность реализована. То есть по сути это определенный набор все типи запросов веб-разработке, а также определение структуры все типи ответов, структуры тела запросов и кодов ответов и всего такого, что позволяет описать, как именно мы можем взаимодействовать с браузером и с сервером. То есть если у нас есть какой-то метод API, то мы можем из браузера его вызывать, отправлять запросы на этот адрес с определенным телом и вне зависимости от того, как именно логика веб-сервера реализована внутри, мы можем работать не зная этого информации. То есть мы просто отправим запрос, сервер возвращает нам ответ. Соответственно, и запросы ответ подчиняются какому-то API. А как именно это API реализовано нас не интересует. Соответственно, очень важно при разработке API делать его семантическим, таким, чтобы он имел какую-то смысловую нагрузку. Очень хороший тон, когда мы специальным образом проектируем API так, чтобы любой другой программист, который через какое-то время придет в нашу команду и начнет работать над этим проектом, мог просто по описанию API, именно по методам и по телу, которое отправляется, понимать, что этот метод делает. Соответственно, есть несколько таких концепций, скажем так, подходов, которые позволяют делать веб API более семантически правильным, то есть более понятным, более самодокументированным. Вот, есть такая вещь как CRUT, CREATE, RITM, DATE, DELETE, это акроним, обозначающий четыре базовые функции, которые используются при работе с персистентными хранилищами данных. То есть в веб-приложениях чаще всего серверы выступают в качестве хранилища данных. На серверах имеются данные, например, о книгах, которые там могут быть, если это сервер какой-нибудь онлайн-библиотеки, данные о пользователях, данные о том, какие пользователи авторизованы, какие пользователи не авторизованы. И, соответственно, мы как клиенты в веб-приложении можем с этими данными как-то взаимодействовать, выполнять там какие-то изменения. Соответственно, есть четыре базовых действия, которые можем выполнять с данными, и CRUT описывает то, какие HTTP-методы, каким действиям должны соответствовать. То есть, если мы выполняем какой-то запрос на чтение данных, то желательно делать это с помощью get-запроса, потому что это будет наиболее понятно. Если это запрос на создание данных, то это чаще всего post-запрос. Если это полное обновление данных или частичное обновление данных, то это либо put-запрос, либо patch-запрос в зависимости от ситуации. Есть специальный метод delete, который чаще всего используется для удаления данных. Ну и есть два специальных метода head и options. Head запрашивает ресурс так же, как и get, но без тела ответа, а options используется для описания параметров соединения с ресурсом. Соответственно, в спецификации courts, options это специальный запрос, который позволяет узнать, как можно взаимодействовать с сервером через кросс-доменные обмен ресурсами. Соответственно, есть другая, скажем так, концепция, другой акроним, другая практика, другая такая вот история. Называется REST. На самом деле REST это немножко больше, чем то, как я вам сейчас расскажу. Но в применении к именованию ресурсов, мне кажется, наиболее просто понять REST как набор методик и практик, которые используются для именования ресурсов, с которыми работает система. То есть, когда мы просим сервер совершить какое-то действие, то мы указываем две вещи. Это что именно сделать и с чем сделать. Соответственно, вопрос что сделать отвечает CRUD, а на вопрос с чем сделать отвечает REST. То есть, все типы ресурсов вот в этой вот концепции делятся на две категории. Это коллекции ресурсов и отдельные представители этих коллекций. То есть, коллекции ресурсов имеют имя. Например, если это коллекция книг в какой-нибудь онлайн-библиотеке, то у нее имя Books. Если это там коллекция пользователей, то у нее имя Users. Книги, пользователи. Соответственно, отдельные представители этой коллекции, они принадлежат какой-то коллекции. То есть, не существует сущностей на сервере, которые не принадлежат никакой коллекции. Это нелогично. И имеют идентификатор, чтобы отличать разных представителей коллекции друг от друга. То есть, если это книги, то у них разные и SBN, специальные номера. Если это какие-то пользователи, то у них разные идишники. Соответственно, коллекция книг получает специальный URI слэш-бокс. А коллекция книг получает URI слэш-бокс, слэш-эсбн этой книги. То есть, слэш-бокс это все книги, слэш-бокс, слэш-идишник книги это какая-то конкретная книга. Слэш-юзерс это все пользователи, слэш-юзерс, слэш-идишник это какой-то конкретный пользователь. Соответственно, REST плюс CRUD позволяет описать тематическое API. То есть, API, которое только с помощью тела запроса и метода, только с помощью адреса запроса и метода запроса позволяет дать какое-то представление о том, что же этот запрос делает. То есть, если это запрос на получение всех книг, то это метод get адрес слэш-бокс. Get слэш-бокс это получение всех книг. Получение какой-то конкретной книги это get слэш-бокс слэш-идишник книги. Удаление какой-то книги это delete слэш-бокс слэш-идишник книги. Таким образом, мы получаем API, которая описывает само себя просто. А так как вот эти две вещи, REST и CRUD, они очень распространены в мире веб-разработки, то любой другой программист, который даже может быть и с другой стороны, который работал над другим проектом, скорее всего, если он знаком с этими концепциями, если он знаком с этими вещами, только по описанию, по заголовку метода и по адресу ресурса поймет, что этот метод делает. Согласитесь, по двум словам понять, что делает какой-то метод API, это достаточно круто. Не нужно тратить время на написание длинных списков, длинных документов, которые описывают, что конкретный адрес, что конкретный запрос делает и как его использовать. Соответственно, есть специальные сервисы по документированию API, которые позволяют оформить это API в красивом виде, то есть там со всякими красивостями, позволяют продемонстрировать пример запроса и вот такие вот вещи полезные. Так что советую их использовать в разработке ваших приложений. Вот, теперь немножечко поговорим про JavaScript. То есть сейчас были скорее такие базовые моменты теоретические про то, как работает HTTP, про то, как работает CORS, про то, как проектировать API, а сейчас немножечко про то, как с этим API работать. Все мы знаем то, что JavaScript — это асинхронный язык программирования. То есть как выглядит асинхронность в JavaScript. Мы на прошлых лекциях разрабатывали специальный модуль типа HTTP. У него был метод get, который принимал адрес и callback. То есть callback — это вещь, которая встречается в JavaScript повсеместно. Если мы хотим выполнить функцию какую-то после завершения какого-то асинхронного действия, то чаще всего у нас имеется какой-то callback, то есть функция, которая будет выполнена, когда это действие завершится. В нашем модуле HTTP мы вызывали метод get на такой адрес и передавали функцию callback, которая вызывается, когда этот метод будет завершен. В чем недостаток callback? Недостаток в том, что если нам нужно выполнить какой-то метод, выполнить какой-то асинхронный запрос, после того, как этот запрос будет выполнен, выполнить какой-то еще асинхронный запрос и так далее несколько раз, то у нас возникает такая ситуация, как callback help. То есть наш код растет вправо быстрее, чем он растет вниз. Так как у нас в функции есть вложенная функция, в ней есть еще одна вложенная функция, в ней есть другая вложенная функция. Вот эта ситуация, когда у нас внутри callback есть несколько вложенных callback, называется callback help. Это просто невозможно. Для начала это очень некрасиво выглядит, это сложно дебажить, и если делать логику чуть больше, чем у меня здесь, то это выглядит просто некрасиво и неоптимально, и в этом очень сложно запутаться. Соответственно, если у нас несколько таких callback, то выглядит это все таким образом. Можно избавиться от этих пирамид, от этих пирамид callback очень простым способом. Можно вывести callback в отдельную функцию и передавать в асинхронную функцию не анонимную функцию с callback, а просто эту функцию по переменной. Соответственно, внутри этой функции вызывает другую функцию по переменной. Это позволит немножечко структурировать наш код и описать его таким образом, как он будет выполнен. То есть мы сначала выполняем пост-запрос, в результате выполнения этого пост-запроса вызывается вот этот callback, в результате выполнения этого get-запроса вызывается этот callback. Кажется, что выполняется сначала первая строчка, потом третья, потом восьмая. Это уже выглядит немножко проще, это немножко лучше дебажить и рефакторить. Вот. Но есть другая проблема, которую таким способом не решить, а именно отлов ошибок. В JavaScript, как и в любых других языках, есть конструкция try-catch, которая служит для отлова ошибок, исключений. Соответственно, если мы в блоке try возникли какое-то исключение или мы его явно бросим, то оно перехватится в блоке catch, и мы можем его каким-то образом обработать. Но если ошибка возникает в callback асинхронной функции, то есть если здесь нам в сервер пришел ответ, то эта ошибка, она не перехватится в блоке catch, потому что на самом деле этот код выглядит каким-то таким образом. То есть у нас есть функция, мы ее передаем в функцию get в качестве callback, в качестве аргумента. Вызывается она где-то в другом месте, вызывает ее движок JavaScript где-то внутри себя после того, как запрос совершится. Соответственно, выполнение кода прошло уже дальше, этот блок кода выполнился, и только через какое-то время, когда мы получим ответ, выполнится функция callback, и у нас бросится ошибка, которая никем не будет перехвачена. Соответственно, обрабатывать асинхронные ошибки с помощью callback становится намного сложнее. И вот таким вот приемом, как мы здесь избавляемся от пирамид, упростить обработку таких ошибок становится нельзя проблематично и сложно. Соответственно, для решения этой проблемы, ну и для некоторых других проблем, была предложена, придумана такая концепция, как промиссы или фьючерсы. Это предложенные в 1976 году Дэниел Фридманом и Дэвидом Вейзом термин, который используется для языка, если мне не изменяет память, Lisp. Также эта же концепция называлась Питером Хиббардом Eventual. Похожая концепция по названию фьючера была предложена в 1977 году в статегии Эндри Байкера и Карла Фьюита. Такие вещи, похожие на промиссы, фьючерсы, и веншелы, они есть во множестве языков программирования, например, в Java они есть, в JavaScript они есть, какой-то аналог есть даже в C Sharp. Соответственно, эта концепция, она не только для JavaScript, а вообще такая общая и такая базовая, что ли. И поэтому знать о ней полезно не только в контексте фронтенд-разработки, но и в принципе в контексте программирования в целом. Что такое промиссы? Это способ, который позволяет нам каким-то образом упростить работу с результатами асинхронных операций так, чтобы они были бы как будто бы синхронны. То есть мы вместо конечного результата асинхронного метода возвращаем какой-то объект специальный, возвращаем обещание получить результат в некоторый момент в будущем. То есть у нас из асинхронных функций выполняется специальный объект, с которым мы можем взаимодействовать якобы синхронно, но этот объект внутри себя будет эти действия выполнять асинхронно. Каким образом это реализовано в JavaScript? Промисс — это специальный объект, который может находиться в одном из трех состояний в JavaScript. Это в начале состояния пендинг, ожидание. То есть как только мы создали промисс, он находится в состоянии пендинг, ожидание какого-то значения. То есть этот промисс ожидает, пока в него не будет записано какое-то значение. Затем он переходит либо в состояние fulfilled, выполнено успешно, либо в состояние rejected, выполнено с ошибкой. И после этого остается в этом состоянии до конца, ну, навечно. То есть изначально в состоянии ожидания, потом либо в состоянии fulfilled, либо в состоянии rejected. Соответственно, в JavaScript в коде создать промиссы можно с помощью конструктора промисса. В конструктор передается функция. Вот. Внутри которой можно выполнять любые действия. Соответственно, в эту функцию передается два аргумента resolve и reject. Это специальные функции, вызов которых переходит в какое-либо состояние. Вызов функции resolve, то есть вызов первого аргумента этой функции с каким-то параметром, с каким-то объектом, аргументом, переводит промисс в состоянии fulfilled, а вызов функции reject или вызов второго аргумента этой функции переводит промисс в специальное состояние rejected. То есть мы создаем промисс, перейдем на функцию, которая вызывается автоматически, и внутри этой функции мы можем с помощью вот этих двух функций, вот этих двух хелперов перевести этот промисс в одно из двух состояния. Можно создать сразу готовый промисс в одном из состояния с помощью специальных функций хелперов resolve и reject. То есть вот такой вызов, аналогичный вот такому вызову, но просто немножко проще и красивее. Основной способ взаимодействия с промиссом это регистрация функции коллбэка, функция обратного вызова для получения конечного результата промиса или сообщения о причине, по которой он не был выполнен. То есть на промиссы можно навесить два коллбэка, два слушателя событий. Это коллбэк on fulfilled, он срабатывает, когда промисс переходит в состояние выполнен успешно. И коллбэк on rejected, срабатывает, когда промисс переходит в состояние выполнен с ошибкой. То есть мы создали промисс, навесили на него два коллбэка и дальше он переходит в одно из двух состояний и вызывается один из двух этих коллбэков. Вот такой вот простой алгоритм, такой простой подход в работе с промиссами. Как это выглядит с точки зрения синтаксиса? Мы создаем какой-то промисс и можем с помощью специального метода when у любого экземпляра промиса есть метод when навесить оба этих коллбэка одновременно. То есть мы в метод when придаем два аргумента, он fulfilled или он rejected. А можно навесить их по отдельности. То есть вот таким образом можно навесить только обработчик он fulfilled. Передав первый аргумент ну мы можем навесить только обработчик он rejected. Ну и также для этого способа есть укороченный вариант через точку кетч. У любого промиса есть метод .ven и .ketch. Соответственно в .ven передается либо оба коллбэка, либо только первый. В кетч передается второй коллбэк. Как это работает? Мы создаем промис, навешиваем на него на 8-9 строке два коллбэка. Соответственно если мы внутри функции вызовем функцию resolve, то у нас вызовется первый коллбэк. Если мы вызываем функцию reject, то у нас вызывается второй коллбэк. То есть вторая функция, вот эта вот функция. И в нее передается то, что мы передали в resolve for reject. То есть здесь в res передастся строка success, а здесь в res передастся объект ошибки new error. Вот. Какая польза от промисов? В отличие от обычных асинхронных функций на промисы можно навесить несколько обработчиков коллбэков. То есть если мы ходим по результату запроса выполнить несколько действий, то мы можем с помощью промисов легко это сделать. А с помощью обычных коллбэков это сделать становится уже сложнее. Можно навесить обработчик коллбэк потом. То есть мы можем создать промис, он будет, он может выполниться в какой-то момент, а мы потом только в какой-то, в каком-то месте своего приложения навесим на него обработчик, он тут же выполнится. Вот. Если в обычную функцию асинхронную не передать никакого коллбэка, то в таком случае стать выполнением этой функции получить уже нельзя будет. Соответственно, так как промисы это просто объекты, то мы можем передавать их в качестве аргументов в другие части нашей системы, в другие части нашего приложения. И промисы позволяют с помощью специального образа строить цепочки асинхронных вызовов функции без коллбэка. Как это выглядит? Как выглядит добавление нескольких коллбэков? Мы имеем промис и просто вызывая два раза точка вен, вызывая функцию вен, навешиваем два коллбэка. Соответственно, этот коллбэк будет выполнен первым, а этот коллбэк будет выполнен вторым. И оба они будут выполнены, потому что промис находится в состоянии full field. Вот. В консоль напечатается kb1 success, kb2 success. Также можно навешивать обработчики не таким образом на переменную промис, а с помощью чейнинга. То есть, имеем какой-то промис и навешиваем через точка вен, точка вен, точка вен несколько обработчиков. Суть в том, что сам метод точка вен в своем выполнении возвращает новый промис, у которого новое значение, с которым он был зарезолвен или зареджекшен, и вообще новый статус. То есть, здесь у нас навешивался обработчик на один тот же объект промиса, а здесь точка вен разрешает новый объект промиса, на который мы уже на шестой строке навешиваем новый обработчик. То есть, вот таким образом они чейнятся. Соответственно, фишка в том, то, что функция callback, если она вернет какое-то значение, она переведет промис, который возвращается из функции вен в новое значение, в новое состояние. То есть, если здесь вот этот промис был зарезолвен со значением value1, то промис, который вернется из этой функции, будет зарезолвен со значением value2, и это значение попадет вот в этот callback в качестве этого аргумента. В свою очередь, этот промис, который вернется в этой функции, будет зарезолвен со значением value3, и он попадет уже в качестве аргумента в этот callback. Соответственно, у нас будут выполнены строчки Вот в этом порядке И напечатается в консоли value1, value2, value3 Вот А вот этот промис P2 Это результат вызова этой функции Соответственно, он не равен изначальному промису Потому что это разные объекты У них разные значения И они вообще, по сути говоря, разные Вот Как промисы позволяют обработать Асинхронные ошибки Если у нас в результате какого-то коллбека Произошла ошибка И мы, допустим, здесь бросили исключение То это исключение Оно не То в таком случае Вот эти все коллбеки, которые Навешаны на события onfulfilled Не будут выполниться, они будут проигнорированы И управление передастся В ближайший коллбек, который Навешан на события onrejected То есть вот с этой строчки Управление передастся вот в этот коллбек, на эту строчку И мы напечатаем объект ошибки И вернем какое-то новое значение Соответственно, у обработчики ошибки Мы можем либо снова бросить другую ошибку Либо если это ошибка, ну, валидная Мы ее ждали, мы ее обработали Мы можем вернуть обычное значение И перевести новый промис Обычно снова в состоянии onfulfilled И работать с ним дальше, как мы хотим То есть вот на этом слайде Последовательность действий будет такая Сначала выполнится эта строчка Коллбек на этой строчке Потом выполнится коллбек на этой И коллбек на этой И в консоли будет напечатано value 1 Вот на этой строчке будет здесь напечатано value 1 А дальше объект ошибки будет напечатан здесь, и вот на этой строчке будет напечатан Error Catched. Вот. Соответственно, в чем еще прикол промисов? Прикол промисов в том, что из промиса можно возвращать промис. Сложновато. Но суть в том, что здесь мы можем вернуть промис, а не обычное значение. И тогда следующий коллбек будет вызван не с объектом этого промиса, а со значением, в которое этот промис зарезовывается. То есть здесь будет передан не объект промиса, а именно вот это значение, с которым он был, ну, с которым мы перевели в состояние onFulfilled. То есть если мы отсюда возвращаем любое другое значение, кроме промиса, то в функцию коллбек передается это значение не как есть. Но если мы возвращаем промис, то движок JavaScript стопится на паузу, дожидается, пока этот промис не перейдет в состояние success, зарезовывано. И вызывает этот коллбек уже с этим состоянием success, а не с самим промисом. Соответственно, можно таким образом обрабатывать последовательности асинхронных действий. То есть мы выполнили какое-то асинхронное действие, в коллбеке промиса мы выполнили какое-то другое асинхронное действие, вернули новый промис. В следующем коллбеке мы дожидаемся того, как предыдущий промис зарезовывается и выполняем следующее асинхронное действие. Именно таким образом мы избавляемся от коллбек хэла. Вот. Разумеется, промисы это просто специальные объекты, которые помогают нам работать с асинхронностью. То есть асинхронные функции с коллбеками никуда не деются, но становится возможным обернуть их в специальную функцию, которая будет возвращать промис. То есть у нас, как и была асинхронная функция с коллбеком, но мы ее обернули в функцию, которая возвращает промис, который переводится в одно или двух состояний вот в этом коллбеке. То есть если у нас ошибка, то мы переводим этот промис в состояние onRejected, а если все хорошо, то мы переводим его в состояние onFulfilled. Соответственно, снаружи этой функции мы работаем с промисами, а внутри этой функции мы работаем, ну, как и раньше, с асинхронными функциями. Вот. То есть вот такой способ промиссификация позволяет оборачивать асинхронный функционал в промисы. Вот. И вернемся к нашему примеру, к коллбек хэлу. Если переписать его, ну, если промиссифицировать функции httpPost, httpGet и переписать этот пример на промисах, то он станет выглядеть намного красивше. То есть промис пост. В коллбеке, который вызывается, когда запрос будет завершен, мы возвращаем промис Get. В следующем коллбеке мы дожидаемся выполнения предыдущего запроса и возвращаем еще один промис. И вот таким образом мы можем обрабатывать дальше, ну, выполнять следующий запрос, обрабатывать их результаты каким-то определенным образом. Соответственно, еще в чем плюс? Плюс в том, что одна и та же обработка ошибок, которая встречалась здесь в трех местах, может быть заменена всего лишь на один коллбек кетч в самом конце вот этой вот цепочки чейнов. То есть обработчик ошибки у нас всего один. Обработчики запросов у нас навешиваются через .vn. И сам пример выглядит намного красивее и изящнее. Кроме этого, в объекте promise есть два специальных статических метода promiseAll и promiseRace. PromiseAll позволяет, ну, принимает на вход массив промисов и позволяет делать что-то важное синхронное параллельно. То есть, если мы хотим загрузить параллельно два, допустим, запроса отправить, то мы можем через promiseAll сделать это параллельно. PromiseAll возвращает promise, и результатом этого вопроса становится массив из результатов промисов, с которыми был вызван этот promiseAll. Немножечко запутанно, но по сути в users1 будет результат этого запроса, в users вот этого запроса, в users0 будет результат этого запроса, в users1 будет результат этого запроса. Соответственно, результатом ставят массив из всех промисов, и из значений всех промисовAll можно каким-то образом выработать. И promiseRace очень похож на предыдущий метод, но позволяет делать что-то синхронное и важное на перегонке. То есть, если promiseAll дождется результата всех запросов, то promiseRace дождется результата только первого самого быстрого запроса и вернет результат только его. Вот. Не знаю, где бы это могло пригодиться, но в целом это полезная опция, и можно ей пользоваться. Вот. Соответственно, как мы можем работать с сетевыми запросами с помощью промисов? Первый способ – это промиссифицировать все синхронные функции и работать с промисами, ну, как есть. А второй способ – это новый метод, новый API браузеров, называется Fetch API. Fetch API предоставляет метод Fetch, который является по сути XMLHTP-рекрестом нового поколения. То есть, этот метод предоставляет лучший интерфейс для осуществления запросов к серверу, как по части возможностей контроля над происходящим, так и по синтаксису, так как он построен на промисах. То есть, если мы при работе с XHR запросами передавали туда коллбеки, то метод Fetch возвращает уже готовый промис с результатами этого запроса. То есть, синтаксис метода Fetch – это очень прост. Это, по сути, Fetch – это хост-объект, принимая два аргумента – это адрес, на который отправят запросы, и специальный объект с параметрами. Возвращает промис, у которого есть, как и у любого другого промиса, метод dvn-catch, с которым можно работать так же, как и с любыми другими промисами. Соответственно, в объекте Options есть обычные параметры, такие как метод запроса, заголовки запроса, тело запроса, режим, в котором уставляется запрос. То есть, если с XML-четти переквестами мы не могли явно указать режим, то здесь мы можем указать, либо это запрос SameOrigin, либо это Core-запрос, ну, что-то такое подобное. Режимы кросс-доменности запроса. Вот, если в XML-четти переквест мы взаимодействовали, ну, могли разрешать отправление кук через свойство vif credentials, то здесь это свойство называется немножко по-другому, credentials, и оно может иметь одно из нескольких значений. Указывает, присылать ли куки или заголовки вместе с запросом. Вот, ну, и, соответственно, там, на самом деле, очень много других опций, перечислять их все не имеет смысла, их можно посмотреть в спецификации или где-нибудь в Tutorial или на MDN, ссылки есть в конце презентации. Вот, соответственно, как это выглядит? Мы вызываем метод fetch, передаем адрес запроса и какой-то объект с параметрами. Вот, соответственно, мы можем с этим, мы можем с результатом этого запроса взаимодействовать, как с обычным промисом. Итак, и напоследок у нас в лекции затронем небольшую тему, связанную с тестированием. Почему это важно? Потому что, как и любое другое ПО, во фронтенд-разработке, в веб-приложениях важно обеспечивать качество этих приложений, соответственно, важно их тестировать, чтобы понимать, работают ли они правильно, и тестирование, кроме этого, позволяет не допустить ошибок в будущем. Вот, на самом деле, в мире фронтенда существует несколько видов тестирования. Это такие, как самые обычные ручные тесты, такие, как тесты пользовательского интерфейса, то есть тесты ввертские, тесты того, как работают кнопочки, как можно переключаться по ссылкам, тесты приемочные или компонентные, то есть тесты на опишку, то есть как фронтенд взаимодействует с бэкэндом, как, ну, правильные ли ответы возвращает нам сервер. И юнитесты или компонентные тесты, которые тестируют отдельные маленькие блоки вашего приложения, такие, как функции, такие, как маленькие компоненты, такие, как библиотеки, библиотечные функции и все такое. Соответственно, одно из, ну, так как юнитесты тестируют функционал, обычно заключенный в очень маленькую часть кода, то, соответственно, их чаще всего бывает больше всего, потому что юнитесты писать легко, и юнитесты позволяют очень легко проверить, очень быстро проверить на корректность отдельный модуль исходного кода программы. Идея состоит в том, чтобы писать тесты для каждой нетривиальной функции или метода. То есть, разумеется, если у нас в методе две строчки, то можно, конечно, протестировать и такую функцию, но это, ну, плюс-минус, немножко менее необходимо, скажем так. Вот, а если в функции уже несколько десятков строк кода, и в ней содержится какая-то логика, условно говоря, не больше одного ифа, то, скорее всего, стоит написать на эту функцию тесты, чтобы в случае чего мы могли сразу быстро проверить, не сломали мы эту функцию какими-то своими правками. То есть, в чем суть юнитестов? А у нас может быть много юнитестов на разные части программы, и мы можем при изменении какой-то одного маленького кусочка, например, подправили какой-то метод, который отвечает за, допустим, за приведение строки к камер-кейс-регистру. И если мы, как когда-то в будущем, в этом методе сделаем какую-то правку, исправим какой-то баг, то юнитесты позволят нам убедиться, а не сломал ли это что-то в другом месте. Потому что если мы исправили одну ошибку, но допустили при этом другую, то часть юнитестов, которые уже были написаны на эту функцию, они упадут, то мы поймем, что где-то в нашем приложении, где-то в нашем коде произошла ошибка. Соответственно, юнитесты или модульные тесты, они важны, потому что они облегчают обнаружение и устроение таких ошибок. Соответственно, если у нас в нашем коде приложения слишком много сложного кода, то есть он у нас не разделен на модули, он у нас, ну, по сути, является монолитом, то такой код тестировать сложно, потому что функции большие, функции делают много всего, функции сложный интерфейс, много методов, они могут по-разному отработать и вернуть разные типы значений, то лучше всего такой сложный код разбивать на части. В любом приложении чаще всего существует несколько типов кода. Если рассматривать так в общем и вкратце, то любой код приложения делится на две категории. Это алгоритмический код, то есть код, который реализует какую-то бизнес-логику. И связующий код, который позволяет кусочки этой бизнес-логики связывать друг с другом. Соответственно, у разных таких типов кода, вот они приведены на диаграммке, разная стоимость модульного тестирования, то есть на сложный код написать тесты сложнее, чем на простой код, например. И от них разная выгода от тестирования. То есть если это простой код, в котором 10 строк кода, условно говоря, какая-то простая функция, спарай с строк кода, то выгода от ее тестирования, она менее очевидна и менее, скажем так, явно выражена, чем выгода от тестирования какого-то сложного алгоритма, который выполняет какую-то сложную специфическую задачу. Соответственно, при разработке веб-приложений, во время фронт-эндер-разработки, очень важно не допускать появления в вашем приложении множества именно такого сложного кода, который трудно поддается тестированию и каким-то образом с помощью рефакторинга разделять его на части, отвечающие за логику и части, связующие. О том, как это делать, какие существуют способы это делать, мы поговорим на следующей лекции. Ну а пока вы можете поставить полезные ссылки. И всем спасибо, и до встречи, до следующей лекции.